I have ways of blowing things up. У нас атмосфера, как в самом начале игры, но при этом продолжить у нас отображается та атмосфера, которая сейчас. Интересно, будет ли эта атмосфера меняться в дальнейшем? Если она как-то будет меняться в игре, будет ли это отображаться на загрузочном экране? Потому что, ну, это довольно неплохая идея. Ладненько, ребятушки, поехали дальше. У нас крайне мало денег. Нас... Ну, как нас, девушка? Нас девушка не киданула. Мы, к сожалению, сами профитролили немножечко уважения. Как немножечко? 500 уважения. Это, в общем-то, очень много. Теперь каким-то образом придется этот респект возвращать. 500 это очень много. Я думаю, что пойдем мы сейчас с вами по заданию с подставой. Надо пойти забрать фальшивые деньги. Сейчас. Мне кажется, что... Мне кажется, или очень тихо. Сейчас, секунду, ребят. Все что-то как-то не могу определиться со звуками. Вроде все нормально. Потом смотрю тихо, потом смотрю опять нормально. Ну, в общем, ладно. Так. Где я спрятал? По-моему, в цветочке. В каком цветочке я спрятал? Ой, там прям... Да, придется потратить мне 15 минут. Это, конечно, жаль. Где у вас сладь солнце? Погоди, отвертка. А где? Позвонить в Каннинг. Блин, а Каннингом я должен был... Погодите, ребятушки, секундочку. Конкурентная среда. Хазард троих устранить, да? Поговорить с человеком у торгового автомата. Взять деньги у курьера. Кстати, сколько мне это даст? Здесь 50 под прикрытие. Позвонить Каннингему. Собрать информацию. Так, а откуда я могу ему позвонить? С работой? И, блин, я с дома, по-моему... Я, наверное, должен был с дома попробовать позвонить ему, да? На чувствах Донга и на следе Редгрейва это... Пока все. Черт. А у меня сохраняется каждый раз после... Я забыл, где деньги, даст. Я их в своей тележке оставил? Я забыл, где деньги оставил. Ёлки-палки, да. Несколько дней не поиграл. О, прям тут это, да? Это у нас Донг Хайзер подъехал, и она его... Я ему вредных советов понадавал. Так, Динг-Донг, погоди. Да иди сюда, мне с тобой поговорить надо. Спросить, что нужно. В голове один шум. Не помню, что произошло. И щека болит. Хайзер только что отвесел тебе за щ... Златную пощечину. Ого, что-то провал. Незачем мне больше жить. Может, ты мне поможешь? Ты должен мне помочь. Это ведь твоя была идея напиться. Ха-ха-ха, не точно. Я ему посоветовал всю бутылку выхлестать. Я еще говорил закусывать. Ладно, попробую поговорить с Эмой. Попробую поговорить. Тележки обыскивать-то бесплатно? Да, деньги здесь. Фу, ты блин. Я полчаса на цветы потратил. Так, ладно. А папка с документами, которые надо отдать, это потом. Давайте быстренько помчались выполнять квест. Блин, я полчаса потратил на обыскивание цветов. Что мы знаем, что отвертка там. Не знаю, мы об этом и раньше знали. Так, дружище, рядом с автоматом. Это ты у нас, да? Охранник. Я к вам направил товарищ Фериксон. У тебя, что ли, подтвердить? Да. Я за мной пройду тебя в очередь. Да, дальше сам. Там люди неделями в очереди стоят, если что. Я очень тороплюсь. Вы могли пропустить меня вперед? Если я пропущу вас вперед, я не даже буду следующей весны. Почему? А по мне не видно, недостаток я с 30 килограмм. Вот смотрите, все мои справки. Если мне не дадут талоны на усиленное питание, я буду стоять до последнего. Или костьми лягу, причем в буквальном смысле. А что ж такие трудные моральные выборы-то? Отодвинуть, это пройти дальше. Ну, то есть я могу физически его отодвинуть, помочь. А чем я тебе помогу? Талонами? Ой, блин. Ну, давайте помогу, попробуем. Покажи ваши справки, может быть, я смогу помочь. А, вот, смотрите. Некоторое время. Сколько это некоторое время? Я час потратил. Я очень тороплюсь. Вы могли пропустить меня вперед? Иди воруй. Что? Я говорю, не подаю сегодня. Иди воруй, убогий. Я не боюсь, что все-таки слова тебе ответить придется. Перед тобой, что ли, у дыроки? Иди воруй, говорю. То есть я по часу трачу, да? Потому он мне сказал, приходи с утра. Я очень тороплюсь. Вы могли бы пропустить меня вперед? Почему это я вас должен пропускать? Люди должны помогать друг другу. Какие такие люди, извиняюсь. А что значит помогать? Какой такой друг и какому такому другу объяснить понятия? Все граждане одной страны живем под одним небом. Дышим одним воздухом. Поэтому я должен вам что-то... Нет, уж позвольте. Давай подискутируем. Блин, и на каждого у тырка по часу тратить. Подискутировали? Вали отсюда. Очень торопились. Могли меня пропустить? А вы грубиян. Почему это? По глазам вижу. Хоть пройти без очереди. А ведь перед вами стоит хрупкая, беззащитная девушка. Ну, куда пропали нормальные мужчины? Да мой комплимент. Я не против. Хотя ты нифига не хрупкая и не беззащитная. Ты посмотри на себя, блин, танкетка. Иди к черту. Это вы хрупкая и беззащитная? Да на вас пахать надо. А, да. Ну что? Ты на кого пасть открыл, придурок? Вали отсюда. Хрупкая и беззащитная. Я очень тороплюсь. Вы могли бы меня пропустить? Молодой человек, ваша спешка не является основанием для нарушения установленного порядка. Не очень нужно. Это лишь подчеркивает вашу недисциплированность. Мне кажется, что ваш куратор из Министерства труда зря ест свой хлеб. В мои годы там такого не допускалось. Убедительно. А, иди к черту. Че перед тобой объясняться должен? Зато, я смотрю, нажрали задницу. Наверное, много хлеба съели. Что? Как вы смотрите? Это сложная работа в Министерстве. У меня 50 лет стажа. Да я вождя еще молодым видела. Мальчишка. Был способ не тратить час? Интересно просто. Я очень тороплюсь. Могли меня пропустить вперед? Я тоже очень тороплюсь. Ну, мне очень нужно. Мне тоже очень надо. Я же стою. Может, планетку бросим? Ну, давай, что ты выбираешь? Вождя выбираю. Опа, проклятие. Ладно, проходи. Ну, тут, по-моему, единственный правильный ответ был. Это был единственный вариант сэкономить час, серьезно? Добрый день. Здравствуйте. Это Хазер, не Хазер? Меня зовут... Чужим именем, конечно, вы что? Абрам Шниперсон. Ладно. Это, конечно, Шниперсон, как я, Балерияно-Патриотическое театр. Ну, как это интересует... Ну, кого это интересует в нашем министерстве? Травите дальше. Я в том, что моя горячо любимая бабушка недавно отправилась спать блаженным сном. Но перед этим старая корга спрятала в одной из моих кресел несколько ценных вещичек. Типа 12 стульев, да? Эти кресла потом реквизировали в фонд государственной службы. И мне, по зарезу, необходимо узнать, где они сейчас находятся. Вы мне поможете? Я не обижу. Мне бы ордерочки достать, да? Как там говорилось. Значит, что значит не обижу? Я дам вам взятку. Вы же берите взятки. Вот я дам вам взятку, чтобы вы помогли мне. Это не взятка, мужчина. Это взнос в фонд министерства. Ну и что? Там же деньги... Деньги для вас. И сколько там? Хватит на то, чтобы съездить на пару недель в санаторий. Старый Патриот? Берите выше. Путь вождя. А то и центральный, если без электрофореза. Ого. Причем я и говорю. Оставлю этот конверт здесь. Хорошо? Приходите завтра, попробую что-то узнать. О-о-о. Так-то я хочу подставить начальника. Расскажу. В этом конверте фальшивые деньги. А? Фергюсон, в счет того, кто ворует взятки. Он подозревает в вас. Нет, да и все до последней монетки. Я вас предупредил. Дальше решайте сами. Хороший человек, спасибо. Пойте бдительны. Фергюсон не успокоится, пока не найдет вора. Так-то мне Фергюсона надо подставить. Черт, я потратил столько времени. Капец просто. А мне еще надо деньги зарабатывать. Так, а что у нас там по заданию? По Фергюсону верное советую. Горите, Хайзер. Пойте с Донгом. Так. Коллеги секретные. Отчитайте с Фергюсон. 250. Давайте, может, я сначала поработаю, чтобы хоть немножечко... Донг, ты просто кусок неудачника. Идемте. Надо. Сколько это? Два часа у меня забирает, да? Мне остается полтора часа. Давайте, поехали. Пожалуйста, пусть нормальный запрос был. Так. Добрый день. Я принесла результаты психологических тестирований работников мясной промышленности. У них драматически поднялся уровень депрессии. Так. Я принесла результаты психологического тестирования работников мясной промышленности. Это информация. Мясная промышленность это труд. Так же ж? Из-за чего? У них нет работы. Надо срочно доложить об этом наверх. А где расписание... А, а, все, так сейчас стало? Блин. Я смотрел, там что-то обновилось немножко в игре, но я что-то сразу не понял, как и что произошло. Теперь здесь у нас. А, сегодня... Четверг, 9 мая. Да, доску перенесли теперь на компьютер. Все, четверг, 9 мая. Ну, в 647-й можно отправить. Да, все правильно. Дальше. Я что-то прямо сначала немножко не сообразил, что поменялось. Хорошо? Мне принесли новые фундаментальные частицы. Я сразу же их нарисовал. Кварки и мионы в карандашных набросках, а лептоны с бозонами углем. Так как карандаш закончился. Принесли новые фундаментальные частицы. Это наука и информация. Хочу передать рисунки на благо развития. Да, это информация наукотехника в четверг, 390-й кабинет. Поехали? Да, отлично. Дальше. Я хочу сообщить, что Марта Зейн, машинистка нашего бюро, диверсант, она берет газету, читает ее, а потом что-то в ней подчеркивает. Марта Зейн. Это донос на Марту Зейн. И она машинистка бюро. Ну, поэтому она шпионка? Конечно. Ее пособники из Южной Бории передают задание, какие объекты взорвать через раздел частных объявлений. Откуда вы знаете? А, для человека я 20 лет проработал вахтером. Мне не нужно ничего знать. Моя че чем я никогда не подводила? А, это значит донос на коллегу? Или на патриотизм? Блин, это патриотизм или труд? Или порядок? Черт, если она шпион, то куда это? Ну, то, что она с ним работает, это коллега. То, что порядок, это... Давайте порядок. 101 кабинет. Назад. Четверок работает? Работает. Пожалуйста. Да, это порядок. Фух, блин. Это сейчас было скользко. Дальше. Здравствуйте. Я прочитал в бюллетене вестник военной науки. Статью про анализ взрывчатки, использованной в последней диверсии на заводе Пластмасс. Прочитал в бюллетене вестник военной науки. Так, военная наука. Статью про анализ взрывчатки. Это были, скажу я вам, весьма изобретательные диверсанты. Понимаете, они синтезировали неизвестное ранее вещество, которое обладает невероятными взрывными свойствами. Похоже, вы восхищаетесь? Ну что вы, я просто хотел попросить Министерство порядка, чтобы результат допросов террористов перезлали к нам в лабораторию номер 3. Такой-такой-такой для изучения. Лаборатория, запрос, наука, техника. 432-й в четверг работа. Пожалуйста. Нет, это... Ну блин, ну лаборатория. Ну почему не то мини... Ой, это патриотизм. Недавно я получил по подписке очередной том речей вождя на странице номер 429. В третьем абзаце сверху там упоминается Симеон Калдырен, которого разоблачили еще на прошлой неделе. Получил он по подписке очередной том речей вождя. Так. Авторы сборника что, хотят сказать, что вождь работал с преступниками? Я требую наказать всех виновных и уничтожить весь тираж крамольные книги. Жалоба. Культура. Блин. Минус 2. Печаль, беда. Нет, все, у меня просто нет времени дальше работать. Вот с последним я серьезно не понял. Но это же была жалоба на книгу. Книга это... Ну или патри... Вот эта фишка с патриотизмом очень, блин, скользкая. Потому что так, честно говоря, все можно подтянуть под патриотизм. Все, что здесь происходит, можно все подтянуть под патриотизм. Но, блин... Ладно. Так, с Хазар я поговорю на обратном пути, если у меня останется время. Давайте пока что сдадим все боссу. Чтоб тебя! Ракович, блин. Без стука можно войти, только великие вощи. Вы... Что подождите? Что тебе надо, блин? Старая корга. Папку из архива. На, подавись. Давайте я сюда разберусь с ней, кто виноват в утере. Она меня уж не знает. Я же вроде отдавал папку, мне кажется. Если я надеюсь, что от подобного носите мне, никому не показывайте. Но это уже было. Давай, урод, слушай. Ждать я буду там полтора часа, пока ты меня сам не вызовешь. Ага, сейчас, блин, два раза. Доложить. А расспросить про этаж? Не скажите, пожалуйста, что про этот этаж. Что они больше заняться нечем. Как первому... Как первому этажу дается выполнять все планы. Они постоянно растут, а число работников не меняется. Первому этажу, да я тут один работаю. Пошел как конь, пока они бездельники, что они просиживают в своих кабинетах. Первый этаж. Это основа всего министерства. Я докажу, что без меня у них ничего не выйдет. Что не выйдет? Нет, твое дело. На тебе взятку. Товарищ Эрдисон, разрешите доложить. Ваши задания выполнены. Отлично. Теперь, если этих умников... Если этот умник не сдал все до копейки, ему хана. Это женщина. Вполне имеет значение, когда мы говорим о профессиональной реализации личности, Эван Рэдгрейв. Ты доказал, что я не полный дебил, как остальные. Теперь следующее. Следующее. Сейчас идешь в офис, собираешь деньги и приносишь мне. Идешь в офис, собираешь деньги? Какие деньги? Ты тупой государственные деньги, Рэдгрейв. Деньги, которые наши дебильные посетители жертвуют в пользу нашей великой страны через наших дебильных сотрудников. Мои коллеги сами знают, сколько они мне должны. Конечно, если забыли, то раковичем напомнят. Согласится. Хорошо все сделаем. Правильный ответ. Кругом марш и закрыть дверь с другой стороны. У меня полчаса осталось. Это вообще просто отвратительно. Я за сегодня ничего не успел. И поработать-то толком не успел. И в этой страны очереди просрал весь день. И... Так, блин, ладно. Так, и с Хейзер нужно поговорить и воп... А с тобой сколько времени поговорить? Я могу просто поговорить? А обсудить сериал Страсти по вождю? Он смотрел вчерашнюю серию, а? Да, у меня возник вопрос. Как может Брэд любить Катрин больше, чем свою родину? Это была в недавней серии. Оказывается, Брэд шпион Вальверде. Вальверде и прибыл в страну, чтобы убить вождя. Но встретил Катрин и забыл про свою миссию. О, ясно. Жаль, что я не видел прошлых серий. Чё страшного. Раз в год они показывают сокращенный пересказ предыдущих серий. Представляешь, 24 часа без перерыва. А работать кто будет? Чё там с Донгом-то твоим? Донг-донгом. Как ты относишься к Донгу? Почему ты спрашиваешь? Ты ему нравишься, да? А то я не знаю. Но Питер не самая лучшая партия в мистерстве, если ты понимаешь, о чём я. Тёмный хорошо работает. Его ждёт блестящее будущее. Правда, как считаешь, он, конечно, милый и подарил мне цветы. Но неужели так сложно узнать, какие цветы нравятся девушке, перед тем, как их дарить? Да, он пошёл ко мне и хотел что-то сказать. Он был пьян, как матрос на пиратской шхуне. Двух слов связать не мог. Это не моё дело. Я не хочу 500 тратить на уговор... Закончить разговор, всё, иди к чёрту. Хорошего дня. Да-да, пока-пока. Иди сюда, чел. Там это... Ты деньги дал. Чё тебе? Поговорить обо всём. Повышение отца, коллегах, работе, семье, наследство, на завтрак. Чё у нас по заданию? Коллектор. Узнать. А как мне её выделить? Я не хочу... Вы знаете, сколько денег нужно? Фергюсону приказать ему деньги от коллег. Дайте-ка я позвоню. Блин, позвоните, это ещё 15 минут, но давайте. Мининслужного доверия приветствует вас. Я Иван Редгрейв. Дать информацию о коллегах. У меня есть информация, с которой я могу поделиться. Министерство, хорошо, позвонить по личным вопросам. Да, я понял. Хорошо, значит, мне нужно было с дома позвонить. Я просто забыл. Всё, валим домой. У нас осталось 15 минут. Завтра пойдём уже тогда разбираться. О, погоди, Донг. Поговорите о приглашении Хазар на свидание. Ты поговорил, Сэмэ? Она злится. Больше всего я... Я хочу пойти с ней на свидание. Ещё нет, я расскажу, если будут новые. Чего тебе? Я на самом деле не хочу их сводить. Так-то мне нужно их обоих двинуть к чёрту. Блин. Чё-то висит куча заданий, но я пока не вижу толкового разрешения для всей этой кучи. Так же насчёт взлома. Чё-то меня в первый день припугнули насчёт взлома. Теперь как-то... Я уж даже не знаю, хочу ли я взламывать, не хочу ли я взламывать. Ладно. Валим домой. Очень жаль, что день проведём практически впустую, ещё и на работе накосячил. И у нас сейчас 280 монет. Это вообще ни о чём. А нам там счета вообще-то платить. Там такой мазончик. Тан-тар-тар-тар-тан-тан-тан-тан-тар-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Эм, это метро, типа? Мы в метро уезжаем? Ох, тут... А, погодите, сколько времени такие... А-а-а... Да, телефон ответить. Неужели для меня только дошло, да? Ладно. Вот, принять входящий. Эм, звонок от жены. Эм, дорогая, как я вредно слышу твой голос? Слышу, недорогая, столько дел не валилось. Как-то сросло на новом месте. Всё замечательно, сижу в мистерстве, принимаю посетителей, перекладываю бумажки. Ты слышишь тут про отца? Да, расскажу, когда приедешь. Скоро приеду, Мила. Но я понимаю, что это не телефон разговор. Решай свои дела, у нас с дочкой всё хорошо. Так приятно это слышать. Ты повторишь? Да, всё хорошо, Мила. Нам ничего не нужно. В рейтинге спокойно. Сосредоточься на работе, дорогая. Я знаю, что это важно для тебя. Ну, расскажи про свою квартиру. Тебе нравится? Да нормальная квартира. Тебе понравится. Три большие комнаты, есть кровать, телевизор, книжный шкаф и кухня. Ваши девочки, наконец-то будет своя комната. Мечтаю о встрече с вами. Мне тоже, мне уже нужно идти. Клади трубку. Нет, ты. О, нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. Продолжить. Клади трубку. Нет, ты клади. Ты первая. Хорошо. Набрать номер. Каннингем позвонить надо, наконец-то. Сообщите о разговоре с коллегами насчет Пита Фергюсона. Я поговорил с коллегами насчет Фергюсона. Я что-то выяснил. В дверь ломятся просто. А, тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Ничего необычного. Коллеги не сказали ничего, чем его можно прижать. Продолжение плетение. Нам нужно найти достаточно оснований для его ареста. Эту информацию сдать через телефон для рапортов. Авторитет не будет лишним. Набрать номер. Положить трубку. Хорошо. С ним разобрались. Что ты ломишься, блин? Я... Это... Кто там? Кто ты такой вообще? Добрый вечер. Сразу чем могу помочь? Меня зовут Каспер Пуллман. Я управляющий этого дома. Вот мою... Твою за ногу. Я должен был догадаться, что тот чел не управляющий. Там просто стоял придурок на заднем фоне и встал на стену, и он ему ничего не сказал. Я еще тогда удивился. Ты управляющий? У тебя вот так вот люди ведут себя в доме? Меня зовут Эван Рэд Грайфик. Ко мне же заходил управляющий. Как его? Симон Волуа. Симон Волуа, это старый пьянчуга с третьего этажа. Управляющий? Он так сказал. Еще и денег попросил, наверное. Да, на фонд капитального ремонта. Да вот негодяй. Увидите его на пороге. Еще раз гоните в шею. Сообщите мне. Я тебе сейчас сообщаю. Сейчас пойди с ним разберись. Я не знал. Спасибо, что предупредили. Ну, давайте перейдем к делу. Как правильный дом, я должен познакомить вас с правилами проживания. Да, конечно. Я вас слушаю. Так, Аван, вы проживаете в доме для государственных случаях. Вам запрещено шуметь, садить, держать, держать, запирать двери, запирать двери. Почему запирать двери-то запрещено? Когда мы играли за Карла Штейна, то нам нужно было время, чтобы взломать дверь. Запирать дверь? А как иначе смог проверить, выполняете ли вы эти правила? Что-то еще? Да, тут только на статус платите стипунт, но я вижу, что вы человек смышленный, сами с ними ознакомитесь. Кстати, за нарушение правил немедленное усиление. Я понял. Не забывайте оплачивать счета и закрывайте кран. И свет выключайте. Всего доброго. Вали отсюда. Да, короче, ладно, меня развели просто как ребенка, очень жаль. Что там по счетам? Давайте посмотрим. Так. Когда у меня... Электричество 200. У нас еще 4 дня есть. Я надеюсь, что я смогу на это накопить. Так, по телеку. Что по телеку новенького показывает? Миночку, что у меня появилось? Почему у меня не появляются новые... Динг-донг. Хазар. С Хазар у нас уже типа 2 сардачика. Каннингем. Вот на эту, кстати, я полностью забил. А может, не надо было этого делать. На продавщицу с пирожками. Два часа. Ну, час на сериал и час... Ну, давайте продолжим страсти по вождю смотреть. И пойдемте еще книжечку, почитаем часочек. Я так понял, что... Два часа мне добавляют, когда я прихожу домой. Но если я ухожу с работы, у меня остается 3 часа. Я могу дома провести 5 часов, да? То есть время нужно распределить именно так. Давайте часочек тратим сюда. Еще 3 часа нам нужно потратить, чтобы скидку 50%. Это очень важно. Вернули себе авторитета кусок. Но, честно говоря, хотелось бы больше. Итак, 10 число. Поехали. Нам нужно сделать... О, незнакомец. Здравствуйте. Извините, можно к вам обратиться? Слышим вас. Я работаю в министерстве. Я про меня понимаю. Да, все верно. Как вы догадались. Профессиональная наблюдательность. Профессиональная наблюдательность. Ничего особенного. Вы ведь работаете с Маркой Леграном. Так, перед этим этот конверт. Это очень важно. А Марка Леграна это... Аа... Меня ж на входе шмонать будут. Согласиться. Да, конечно. Буду рад помочь в конверте. Это еще запрещено. Нет, нет. Что? Это просто записка. Дружеская болтанье. Ничего запрещенного. Ты, дядька, очень непростой. Конечно, вскрыть конверт. Как подозрительный тип. Что мне делать с конвертами? Ну, Легран у меня живьем сидит. Если я его вскрою. Работать курьером тоже не нанимался. Тем более, когда мне не исполнили. Столь только с конвертами, конечно, вскрыть. Я не могу рискать. Нужно посмотреть, что там. Марка, у нас проблемы. Наш канал перекрыли. Того придурка, что проносил товар министерства в своей заднице поймали. Думай, как нам проносить таблетки в обход охраны. Думай быстрее. Мне это в задание добавилось или нет? Передать конверт. Отдать. Коллектор. Насчет коллектора... Ладно. Погодите. Но это же значит, что он замешан в наркодеятельности. Замешан в подозрительных делах. Занимается сбытом сомнительных веществ. Чел, тебя на этом можно прищучить. Мне кажется, тебе просто хана. Хотя мы с тобой друзья, но мне кажется, тебе на этом просто хана сейчас будет. Не, ну в смысле, как это не вскрывать конверт? Я его должен был вскрыть, посмотреть. Мне нужно, чтобы он отдал... Тысяча она стоила, да? Мне нужно, чтобы он мне отдал... Сейф. До того, как его заметут. Торговый автомат. Не-не-не, не хочу. 15 минут ни о чем пока что. Чего он такой по стойке смирно сразу? Опа! Нужны какие-то зацепки. Так, погоди минуточку. Ты. Про покупку полезных предметов. Сирена, вы знаете, тебе можно купить разные полезные предметы. У курьера Пэджи есть кое-что на продаже. Еще есть торговец, но его еще найти нужно. Вы знаете, где его искать? Раньше стоял на Круф-66, а потом переместился за площадь всеобщего освещения. Просвещение? Нет, освещение. А буквы на указатели стерлись, так в реестр занесли. Поищи его там. Как его узнаю? Надо будет, узнаешь. А вообще он носит старомодный цилиндр на голове, чтобы издалека заметно было. Думаю, не ошибешься. Это тот же торговец, что и в первой части. Он тоже в цилиндре проходил. Поговорите по всем. Семья, торговля в министерстве, погоди про коллег. Про коллег? Про донго. Вы знаете про донго? Очкарик любит пироги с капустой. Она всегда говорит, что его мама готовит лучше. А еще что-нибудь? Он однажды взял бутылку с изюмом, а там вместо изюма тараканы. Ну, бывает. Бедолагу. Точнее, ну так, что охрана прибежала, думала террорист. Оказывается, он с детства терпеть не может насекомых. Ца, ца. Я такие. А вот слышала, что в Южной море это деликат. Хочешь бутылочку? Нет, спасибо. Про леграна. Марка Леграна, у вас тоже пирожки покупает? Вот, еще тебе так скажет. В этом здании есть девичь, которая меня бесит. Леграна, торговый автомат. В чем же он провинился? Автомат? Легран. Легран покупает еду в автомате. А у меня, между прочим, трое детей и туфли жмут. Так бы разнесла его в клочья. Леграна? Автомат! У меня есть отвертка. И есть автомат. Можно ли я сделаю что-нибудь с автоматом этой отверткой? Так, ладно. Хазар. Вы знаете Хазар? Эм, хорошая девочка. Иртихвостка, правда. И красится, как... Простите, утка. Но хорошее. Кофе у меня берет постоянно самый крепкий. Но понятно, всю ночь с ухажерами так кувыркаться. Где ж тут выспишься? Насколько я могу судить? Я ему много работает. Того и не высыпается. Гляди-ка, переработал. Она попробовала бы, как я, встать в 4 утра. Пирожков на печь. День накормить. Чего? Политинформацию прослушать, а потом еще и весь день с этим лотком таскаться. Это... Да ты, коли не веришь, иди сам к ней. Подкати свою глазунью. Раз увидишь, как эта финтифлюшка свой рогалик намажет маслом. Финтифлюшка рогалик намажет маслом. Блин. Я это просто запишу в фон золотых цитат. А у вас все метафоры с едой связаны. Мета что? Ты как я посмотрю умный? Будто мозговая кость. Ватрушку будешь свежая, вчерашняя. Свежая, вчерашняя. Ладно, начальник. А как вам начальник? Солидный мужчина придет, взглядом не поведет. Кремень? Да нет. Какой кремень? Тверже. Как будто хлеб по карточкам зуба от такого сломаешь в два счета. Так что я делаю ему тихонько... Так что я долю ему тихонько отдаю и не отсвечиваю. Подальше от начальства. Говорится поближе к деньгам. Расспросить подробнее. Начальник, разве у тебя... Не у тебя обедает? Ты что? Такие, как он, только в ресторанах обедает. И тем лучше. Для них? Для меня. Это гурман... Этим гурманам не угодишь. А-а-а. Ну, Хемниц, хотя он уже труп... Что случилось с Хемницем? С кем? С проверяющим по этажу Джорджем Хемницем. Так называли его и по делам. Я слышал, что он у себя в кабинете склад взрывчатки держал. Девочек из детского сада расстреливал колбасу из невинных младенцев. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это просто гениально. Что за чушь вы несете? Ну, может, я и перегнул щиток в деталях, но, помяни мое слово, нас просто так не наказывают. А ты что, его дружок? Нет, я его едва узнал, как и вы. Это не повод придумать жуткие истории и наговаривать на человека. Все так делают. Вот возьми лучше кулебяку с сельдереем. Говорят, для мозгов полезно. А. Блин. Пока что лучший персонаж в игре. Хотя она тоже, скорее всего, редкостная тварь. Так, Пейдж, дружище. Поговорить. Торговать. Погоди. Погоди, погоди. Там нужно еще экспы поднакопить. Мне нужно, во-первых, этого перца прижать. С Хезер я еще поговорю. А, вот, Легран. Чего тебе? Передать конверт. Блин, нужно было с Донгом еще поговорить. Хорошо. Поговорить обо всем. О коллегах, поцелу, зац. Ладно, на конверт подавись. Марк, ты конверт попросил передать. Вот он. Ты что, его вскрыла? Значит, ты в курсе моих дел. Ну, конечно. Хочешь поработать вместе? Расспросить подробнее? Рассказывай. В общем, так, старик. Есть такие вещества, которые снимают усталость и делают людей бодрыми. Но все... Но совсем легальных, конечно... Не совсем легальных, конечно, но зато весьма эффективны. У нас тут полно потребителей. Видишь, как люди пашут. Мой продавец на улице, мои покупатели здесь. А на входе стоит охрана. Улавливаешь связь? Нет. Нет? Принеси стимуляторы... Принеси стимуляторы в министерство. Как я это сделал? Придумай. Поговори с кем-нибудь. Или сам попробуй, если не трусишь. Деньги заплачу хорошие. Не обижу. Что? Так, обсудить. Ну что, договорился с кем-то? Или, может, решился сам? Назад. Только не слишком долго, приятель. Я тебя понимаю. Про сейф. Марк, мне нужен сейф. Мы же договорились. Должен пошутить. А другой способа нет? Есть. Расскажи. Скидка по дружбе. За тысячу. Я бы купил, честно говоря. Давайте. Марк, отдай мне сейф. Это очень важно для меня. Помнишь, что сказал полковник Сгутич, когда... Когда вломился в бордель в той серии ходячих борецов? Не совсем. Вы слишком хороши... Чтобы над вами издеваться. Ха-ха. Держи свою коробушку, дружище. Она мне даром была не нужна. Правда, эти... О, ему через секунд чуть лицо не обглодали. Так. Хорошо. Закончить разговор. Блин. Я просто не совсем понимаю, как можно было устроить ту шутку. Открыть. Страница из дневника. Вырвана страница из дневника. Это место способно изменить любого. С самого начала подняться наверх было лишь первым шагом к тому, чтобы изменить все к лучшему. Но где-то по пути я растерял самого себя. Не полностью, но что-то важное. Что-то основополагающее утекло, как песок сквозь пальцы. Быть может, человечность? Да. Оглядываясь назад, я честно задаюсь вопросом. А тут молодой, целеустремленный я, который пришел работать в Министерство с желанием помочь людям. Он запустил бы Хемдель? Или ужаснулся бы от одной лишь мысли сотворить такое с живыми людьми? Горит нам всем в аду за это. Ну, Хемдель, да, я так понимаю, что это какая-то машина по управлению мыслями. Тебе сколько нужно спросить про Донго? Пятьсот. Назад. Я понял, закончите разговор. У меня есть идеи, как эти пятьсот заработать. Ладно, посмотрим. Ребятушки, давайте пока на этом заканчивать серию. В следующей серии уже продолжим. У меня есть некоторые идеи, что можно сделать. А пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»